МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, мои дорогие друзья! С вами вновь я, Григорий Шевчук, и программа «Званный ужин». Говорят, что быстрее выходных заканчиваются только деньги. Я надеюсь, что с вашими финансами всё в порядке, и вы рады тому, что наступил понедельник. Ведь именно сегодня начинается наше новое соревнование гостеприимных хозяев и талантливых кулинаров. Давайте познакомимся с теми, кто будет бороться за победу в этой битве. Художник Люба Дикер. Я пришла на «Званный ужин» для того, чтобы громко о себе заявить, чтобы познакомиться с интересными людьми и просто ради интереса. Человек-миролюб-вселенский. Я пришёл на «Званный ужин» для того, чтобы приобрести ценный жизненный опыт, познать Вселенную в том качестве, который она предстанет, передо мной в виде участников. Управляющий бутиком пряностей «Владос Юдицкис». Это что-то новое в моей жизни, это некое познание новых людей, новых ощущений, тем более, что в хорошей компании всегда приятно поужинать. Заместитель управляющего рестораном Дмитрий Канский. Я пришла на «Званный ужин» за общение. Мне нравятся разноплановые люди, все мои друзья. Считаю, что я очень хорошо готовлю, потому что дома у плиты я хозяин, а не супруга. Певица и киноактриса Анна Азерли. Я пришла, ну, во-первых, чтобы показать себя, показать своё искусство, как я умею готовить, потому что я к этому очень серьёзно отношусь. И я придаю очень большое значение приготовлению пищи. Писатель Иван Бунин утверждал, человека делают счастливым три вещи – любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Сегодня нам предстоит выяснить, может ли назвать себя счастливой хозяйка первого званого ужина – художник Люба Дикер. Помимо классической живописи, портретов, пейзажей натюрмортов, я увлекаюсь шаржами и карикатурами, потому что мне интересна жизнь, мне интересны социальные и политические проблемы. Вообще сам человек мне очень интересен. Я очень люблю лица, очень люблю изображать именно характеры. А ещё Люба не представляет своей жизни без любимых увлечений. В свободное время я люблю встречаться с друзьями. Нравится ходить по музеям, смотреть, узнавать новые места. Ещё люблю танцевать. И время от времени пою в караоке. Наша героиня считает себя радушной хозяйкой, и это даёт ей право надеяться на успех. Я себя считаю гостеприимным человеком, потому что я открытая, позитивная. Люди, которые находятся рядом со мной, они обычно остаются довольны. Им весело, и они чувствуют себя комфортно. Я в себе очень уверена. Я надеюсь, что я стану победителем. Историки шутят. На Руси издревле самым сильным приворотным средством считался борщ. Интересно, а что приготовит Люба для того, чтобы добиться расположения своих конкурентов? Скоро мы это узнаем. О, привет, Гриш. Люба, здрасте. Слушай, отлично выглядишь. Серьёзно? Да, ты на телевидении, ну, не такой яркий, я бы так сказала. А, в жизни ярче? Да, в жизни ярче. Спасибо. Ну что, добро пожаловать на званый ужин. Спасибо. Так, будем сегодня кормить гостей. Я готова, но немного нервничаю. Это всё нормально абсолютно, я буду тебе помогать. Спасибо. Идём? Угу, пошли. Я очень часто был в гостях художников, у кого-то бывает очень яркая квартира, видно, что он художник, у кого-то немножко скудненькая. Мне будет очень интересно, как будет выглядеть любимая квартира. В этой комнате я живу, вообще это квартира моей тёти, я приехала к ней сюда, в Москву. Как ты видишь, тут комната яркая. Ну, ты себе сделала мастерскую здесь. Да, это мастерская художника, вот я пишу картины свои здесь. Ой, класс. Это портрет моей подруги, очень хороший. Ага. Написан маслом. Я люблю очень работать в масле, акриловыми красками, потому что я считаю, что это очень-очень живой материал. Если Люба открытый, экстравертированный человек, то она нам может показать фотографии и историю её личной жизни. Я хочу тебе показать фотографии моих любимых родителей. Это моя мама Татьяна Борисовна. Это папа Александр Борисович. Художники? Нет, они не художники. Мама учительница, а папа, он военный. Ага. Как же тебя отпустили-то в рисование? Ну вот, я очень благодарна за это моим родителям, они не препятствовали, как многим вот людям, с кем я общаюсь. Мои родители разглядели талант во мне и отдали к известному художнику. То есть повезло? Мне очень повезло в этом смысле, да. Мне любопытно, какая Люба художник, и я думаю, что она нам выставит на оценку свои работы. Я недавно стала увлекаться ещё рисованием на майках. Ага. И смотри, что я тебе хочу подарить. Мой любимый цвет мой. Мама моя родная! Вот это да! Слушай, я похож? Ну, я очень надеюсь, да, что ты похож действительно. Люба, её жалко будет носить. Ты не бойся, потому что это можно стирать. Да. Да, при 40 градусах и гладить. Нет, я носить не буду. Я считаю, что это будет просто преступлением, Любочка. Я повешу это где-то на видном месте, на стене или на ковре, буду смотреть и вспоминать тебя. Ой, спасибо, мне так приятно будет. Я предлагаю отправиться на кухню и обсудить, что мы сегодня будем с тобой готовить. Хорошо, я согласна, да, пошли. Я уверена, что блюда будут экстравагантные, будет что-то такое, может быть, даже модерн, что-нибудь необычное. Люба, что планируется сегодня для угощения гостей? Я буду делать салат Ван Гог с моцареллой и помидорами. Так, основное блюдо? Индейка, пикассо в сметане. Угу. И десерт? И десерт трюфели дали с фундуком. Ну что, в Третьяковскую галерею за продуктами или в Большую Играновитую палату? Нет, мы с тобой пойдем в магазин, потому что я основные продукты купила, но мне нужно еще кое-что докупить. Хорошо. Несколько мазков для нашей кулинарной картины нам необходимо докупить. Идем. Пошли. Миш, нам потребуется жареный фундук и кедровые орешки. Этого хватит? Да. Хорошо, поехали. Пошли. Так, для трюфелей нам потребуется какао. Я Большую Баночку беру. О-о-о, хорошо. Поехали. Мы продолжаем наполнять тележку всем необходимым для приготовления ужина, а соперники Любы пытаются оценить достоинства и недостатки предложенного меню. Хозяйка вечера Люба художник и блюда все названы именами художников. Это предсказуемо, но думаю, что в общем все будет мило и красиво. Больше всего мне из вот этого меню Любину понравился салат. Он легенький и тонизирующий. Я думаю, что это хороший выбор, потому что она тоже должна думать о здоровье ее гостей. Мне очень нравится, Люба постаралась. И я думаю, мне будет интересно присутствовать на этом ужине с Ван Гогом, Пикассо и Дали. Так, для салата нам потребуется моцарелла. Ага, так. Как известно, Виталий обожают моцареллу и даже считают ее символом страны. Ежегодно там проводят конкурсы по поеданию этого сыра на скорость. На последнем победитель съел 20 шариков почти за 3 минуты. За такой аппетит он был награжден чеком на 500 евро, разумеется, на приобретение моцареллы. Люба, сколько нам нужно? Я три штуки возьму. Точно? Да. Давай, берем три. Поехали. Так, хозяйским взглядом смотрим, что у нас. Так, мне кажется, мы с тобой все купили и ничего не забыли. Тогда на кухню. Давай. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на званом ужине. Итак, сегодня понедельник. Сегодня мы снова вступаем в кулинарный бой. Я с удовольствием хочу представить вам первую участницу на этой неделе. Очаровательную девушку, художника. Люба Диккер. Люба, у нас есть вот такой замечательный будильник, и мы можем с тобой готовить не более трех часов. Успеем? Да, я думаю, что успеем. Хорошо, прекрасно. Часики у нас на видном месте. Ну, а ты расскажи, с какого блюда мы сегодня начнем. Мы начнем с салата Ван Гог с моцареллой и помидорами. Это же художник, вот, она творческий человек, и неспроста этот салат оказался в ее меню. Сочетание моцарелла с помидорами, это старо как мир, и это скучно. Мне бы хотелось, чтобы Люба добавила соус песто. Очень хорошо этот соус подходит именно к моцарелле и помидорам. Вообще, это очень простой салат. Его очень просто готовить, и я уверена, что у Любы он получится. Так, что будем использовать для салата Ван Гог? Будем использовать помидоры черри, моцареллу, базилик, листья салата, соус бальзамик, кедровые орешки, итальянские травы и салатную смесь. Угу, замечательно. Чем тебе помочь? Ты нарезай помидоры, а я моцареллу буду. Давай, хорошо. Я обожаю помидоры. Они должны быть такие вкусные, сочные, как будто с грядки. Если Люба именно выберет такие, то я думаю, что салат очень хорошо получится. Мне хочется узнать, Люба, как ты стала художником. Я с трех лет начала рисовать. Я любила рисовать в тетрадях. Я рисовала карикатуры, шажи на своих одноклассников, на учителей. У меня изрисованы были все тетрадки. На партах, наверное, тоже рисовала. На партах, да. Вот, кстати, у меня был интересный случай. Я нарисовала как-то на парте такую красивую девушку с мячом. И, ну, я не учла тот момент, что, в принципе, в классе больше никто не рисовал. И все сразу поняли, учительница, которая пришла вот потом в этот кабинет, она поняла, что, ага. Ей было чуждо искусство рисования. Да, она сразу поняла, что это была я и заставила оттирать этот рисунок. Самое интересное, что тогда я думала, что все будут смеяться. Там другие дети были, другой класс. Все молчали, но никто не говорил. Но я видела по глазам этих детей, что им было очень жалко меня. Они видели и как бы говорили, что как можно так издеваться над автором, заставлять уничтожать свое творение. Я молча оттирала и понимала, что в этом здесь я победила. Мне хочется в гости художницы, потому что я обожаю общаться с творческими людьми, потому что они не обычные люди, они интересные. И с ними есть о чем пообщаться, многому чему поучиться есть у них. Посмотрите, какая у нас красота. У нас нарезаны помидоры черри и сыр моцарелла. Что дальше, Люба? Так, теперь я тебе покажу, как мы будем украшать, делать такой художественный салат. То есть мы приготовим порцию? Да, мы будем готовить порцию салата. Давай, давай. Застилаем тарелку свежими листьями салата, а затем засыпаем миксом. Добавляем к зелени базилик и сбрызгиваем все кремом-бальзамиком. Скидаем помидорки, раскидываем, тоже в творческом беспорядке. Затем приправляем блюдо смесью итальянских трав, выкладываем моцареллу и посыпаем все кедровыми орешками. Вот это порция салата, которая посвятила художнику Ван Гогу. Друзья мои, думаю, что старик Ван Гог обрадовался бы, попробовав такой салат. Ну, а наши гости оценят его по-любому. Итак, дорогие друзья, быстренько мы справляемся с Любой и сейчас переходим к блюду... Индейка Пикассо в сметане. К основному блюду. Само название говорит за себя, да плюс еще и в сметане. Это вкусно, безусловно. Сметана не тот продукт, который я давал бы к ужину. Слишком тяжел, на мой взгляд. Я очень люблю индейку, она нежирная, это очень хорошо, кто худеет, и очень вкусно. Неплохой вариант, если индейка будет приготовлена хорошо, я с удовольствием ее съем и поаплодирую. Так, что же нам Пикассо сегодня заказал из продуктов, чтобы приготовить основное блюдо? Нам потребуется филе бедра индейки, лук репчатый, сметана, хмели-сунели, соль, базилик и петрушка. Хорошо, не густо. Ну, в принципе, все гениальное просто. Давай тогда приступать. Ты порежешь лук и петрушку, а я буду резать мясо. Несмотря на то, что я отказываюсь в последнее время от мясного, я с удовольствием попробую это основное любимое блюдо, для того, чтобы понять еще больше ее, вот, как человека. Вот так весело и дружно мы с Любой закончили нарезку всяческих ингредиентов, которые нам нужны. И дальше? Теперь я буду тушить индейку в сметане. Для начала индейку нужно обжарить на растительном масле вместе с репчатым луком до полуготовности. А затем добавить сметану и специи, хмели-сунели, соль и рубленую зелень петрушки. Индейка в сметане должна протушиться еще минут 10, так что мы можем подождать. У тебя второе блюдо уже, которое мы готовим, имя художника несет в своем названии. Пикассо действительно готовил такую замечательную штуку? Ну, насчет Пикассо, я не знаю, готовил он или нет, но я это назвала так, потому что здесь у нас присутствуют мелко рубленные кусочки мяса. А Пикассо любил очень мелко порубить своих персонажей и изображал это на холстах. Саму сметану я люблю, но по названию я не могу понять, сколько сметаны в блюде. И если индейка будет прямо тонуть сметане, это невкусно. А если будет добавлена ложка сметаны для кислинки и для шарма, так это будет супер. Скажи мне, пожалуйста, но ведь, насколько я понимаю, у тебя кроме рисования, кроме художественных, вот этих дел всех, наверное, есть хобби. Да, хобби у меня есть. Я, например, в караоке пою. Сейчас я занялась танцами сальсо. И у меня еще есть фотостудия в Ростове-на-Дону. Ух ты! Я пять лет до того, как я поняла, что мне надо заниматься только художествами, я пять лет работала фотографом. Работала на свадьбах, снимала фотосессии. Я так понимаю, что вот твой именно художественный взор, взгляд, он очень помог тебе в фотографии? Безусловно, потому что, в принципе, на фотоаппарат я могу на любой снимать, я могу даже на мыльницу снять. И будет это интересный кадр, потому что знаю особенности и разные приемы. Секреты? Секреты, да, фотографии. Честно-честно? Честно-честно. Я уверена, что Люба – это очень интересный человек и необычный человек, непростой человек, скажем так. И все люди искусства, они одарены, и они хотят через свои работы выразить себя. Ну вот, Гриш, основное блюдо готово. Так, замечательно. Друзья мои, давайте подумаем, как бы это блюдо подавал Великий Пикассо? Великий Пикассо подавал бы его порционно и украсил бы базиликом. Плюс на гарнир картошечку вареную. Знал он толк в высокой кухне, да? Ну, мы с ним согласны, как и с хозяйкой сегодняшнего званого ужина, с любовью, потому что мы справились, и основное блюдо готово, и мы этому безумно рады. Дорогие наши телезрители, уважаемые дамы и господа, мы очень хорошо справляемся с Любой, и сейчас мы будем готовить десерт. Так? Да. Будет он называться «Трюфели Дали с фундуком». Боже мой, что же это такое-то? Мне кажется, либо могут быть конфеты, либо может быть трюфель французский. Если это будут шоколадные конфеты с фундуком, и при том будет чашечка черного кофе, шикарно. Я не употребляю шоколад, вот, или употребляю его крайне редко. Я обожаю шоколад, и если любят именно этот десерт добавить в шоколад, то это будет очень вкусное лакомство. Так, и из чего бы приготовить нам десерт? Готовить мы будем из муки, сливочного масла, фундук, ванильный сахар, сахарная пудра, какао и съедобные краски. Съедобные краски. Докатились. Хорошо, приступаем. Ты смешай какао и сахарную пудру, а я сделаю тесто. Для теста смешиваем муку со сливочным маслом и небольшим количеством ванильного сахара. И теперь я замешиваю тесто, чтобы лепились шарики потом. Сам процесс готовки трюфелей, он довольно-таки несложный, но удачное сочетание ингредиентов дает очень хороший результат, и можно получить очень мягко, шелково, тающего во рту продукта. Итак, тесто у меня готово. Пожалуйста, сахарная пудра с какао-порошком. Да, я смотрю, ты прям замечательно перемешал, умница просто. Теперь я буду лепить конфеты. О, вот это я люблю. Давай посмотрим. Свои необычные трюфели Люба скатывает из песочного теста и аккуратно прячет внутрь цельный орешек. Готовые шарики она выкладывает на противень с пергаментом. А можешь ли ты мне рассказать о рецепте? Я объясню, почему спрашиваю, потому что, честно признаюсь, те трюфели, которые я пробовал, ну, магазинные, покупные, там, по-моему, не было теста. Да, рецепт, ты прав, очень необычный, потому что этот рецепт мне рассказала подруга моей тёте. Она какое-то время работала в Германии, и она привезла оттуда этот рецепт. То есть она говорит о том, что, мне сказала, что такие трюфели в России никто не готовит. Я бы, конечно, хотел в десерте что-нибудь из свежих фруктов, потому что после того, как покушаешь индейку в сметане, по-любому надо заправить организм живой пищей, чтобы улучшить процесс пищеварения. Всё, Гриш, я сделала последний трюфель, теперь я их кладу в духовку, минут на 10, чтобы они подрумянились. Да, температура? Температура 180 градусов. Хорошо. Ну вот, пока трюфели запекаются, сейчас мы займёмся с тобой оформлением тарелки. Ты удивишься, я всё-таки художник, поэтому мне как-то хочется украсить тарелку, сделать её такой оригинальной. Я решила нарисовать часы, потому что Дали, у него есть известная картина с часами, называется «Непостоянство памяти». Это была первая картина Дали, которая принесла ему славу, и он на заработанные деньги купил себе целый дом. Да, а написал он её всего лишь за два часа при ужасной головной боли. Серьёзно? Да. Мне очень трудно представить вообще, что это будет за десерт. Но я уверена, что у Любы он получится, потому что у Любы не может получиться. Люба – человек искусства, и я думаю, что она знает, что она делает. Ну всё, мои часы закончены. Да, красота. Наши трюфели готовы. Теперь надо будет их подготовить к подаче. Для этого каждую выпеченную конфетку обваливаем в какао с сахарной пудрой и выкладываем на расписанное блюдо. Давай как хозяйка завершить приготовление. Да, блюдо готово. Да, в добрый час. Ну что, всё? Мы сделали всё, что было в наших силах? Да. Устала? Немножко устала, да. Ещё капельку терпения. Такие моменты мне нравятся больше всего. Я тебя поздравляю. Остаётся достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече гостей, провести званый ужин, получить самые высокие баллы. И я вернусь во время десерта, когда Сальвадор Дали будет представлять свои трюфели. Так что, ну, не прощаюсь надолго. Хорошо. Очень приятно было сегодня с тобой готовить. Мне тоже взаимно. До вечера. Давай, пока. Новую неделю званых ужинов открывает художник Люба Диккер. Именно в её доме нашим героям предстоит встретиться и познакомиться. О, привет. Здравствуйте. Я сюда попала? Да, здесь уже. Я пришла на званный ужин. Это к вам? Да, у меня званный ужин. Тогда это вам. Ой, большое спасибо. А как тебя зовут? Меня зовут Анна. Очень приятно. А меня Любовь? Любовь. Я уже знаю. Пойдём? Да. Люба меня встретила очень хорошо, очень гостеприимно. Она мне очень понравилась. Очень такая милая, хорошая девушка. Привет. Проходи. Привет. Меня зовут Миролюб. Я пришёл к тебе в гости на ужин. Накормишь меня? Я обязательно тебя накормлю. Меня зовут Люба. Давай мы сейчас пройдём с тобой. Хорошо? Проходи. Я считаю, что Люба гостеприимная, потому что в самом имени содержится позитивная энергетика, которая в любом случае должна проявиться как гостеприимство и тому подобное. Привет. Проходи. Спасибо. Меня зовут Дима. Очень приятно. Любовь. Очень приятно. Пришёл на званый ужин. Хочу попробовать твои художества. Ух ты. Прям художество. Ну хорошо. Сегодня будет, кстати, художественный сюрприз. Так что я тебе предлагаю пока пройти. Мне всё понравилось. Лучезарная улыбка, улыбалась, приветливая была. И я ставлю за ней только пять баллов за это. О, привет. Добрый вечер. Кормят тут вкусно сегодня? Да. Ты не ошибся. Я Влад из Вильнюса. Прикрой на ужин. Очень приятно. Очень приятная любовь. Здравствуй. И тебе маленький презент из солнечного Вильнюса. Спасибо большое. А что это такое? Это напиток на ночь. Ух ты. Я обязательно его попробую. А пока предлагаю пройти со мной вместе. Да. Первое ощущение, когда я вошёл, было позитивное. Открытость, радость, улыбка. Так, как и должна встречать хозяйка дома гостей. Ну что, ребят, большое спасибо, что вы сегодня пришли ко мне в гости. Я смотрю, все такие лучезарные, красивые, нарядные. Давайте познакомимся с вами ещё поближе. Расскажем друг о друге. Я начну с себя. Меня зовут Люба Дикер. Я художник. Рисую большие картины маслом. В свободное время я пою в караоке. Люблю танцевать. Ну и вообще люблю общаться с интересными людьми. Итак, меня зовут Влад. Я из Вильнюса. Я управляющий будиком пряностей. Жена двое детей. В свободное время люблю и умею вкусно покушать. Меня зовут Дмитрий. Меня 41 год. Женат. Трое детей. Я замуправляющий в одном из московских ресторанов. Ввлекаюсь спортом. В свободное время люблю очень встречаться со своими близкими друзьями. Также очень люблю рыбалку, баню. Очень люблю погулять в лесу. Меня зовут Анна Азерли. Я актриса и певица. Приехала в Россию по приглашению одного из вас известного режиссера, чтобы сниматься здесь в кино. Я наполовину итальянка, наполовину немка. Последнее время живу в Холливуд. Ух ты, как интересно. Моё имя Миролюб. Моё основное занятие – это жизнь. Живу на планете Земля. Был послан сюда для того, чтобы улучшить ситуацию в целом на планете. О, какие у нас сегодня собрались интересные, просто потрясающие, удивительные люди. Я сейчас предлагаю вам пройтись по моей квартире, провести такую маленькую экскурсию. С удовольствием. А я пока что пойду на кухню и кое-что там доделаю. Я увидел разноплановых людей, и мне это импонирует, потому что знакомство с такими людьми мне приносит удовольствие. Как тебе, Аня, нравится комната на нашей хозяйке? Мне очень нравится. Сразу видно, что здесь живёт творческая личность, такое всё в красных тонах, такой возбуждающий свет. По-моему, очень мило. Ух ты, какая картина! Ты посмотри. Мне очень нравится. Во-первых, очень такая красивая девушка. И мне кажется, Любе очень удалось отобразить её душу. Посмотри, какой взгляд, какой он глубокий у этой девушки. Эта картина тоже, она у меня ассоциируется теперь с Любой. Мне кажется, что Люба человек очень интересный, очень необычный, раз она так сумела такое изобразить. Здесь у нас фотографии. Ну, я думаю, что, наверное, это её семья. Очень, наверное, дружная семья. Посмотри, здесь даже собака есть. Да, да, контакт с природой очень даже хорошо. Это, наверное, её мама, потому что, смотри, они похожи немножко. Да, есть что-то общее. Семейная фотография, на которой я увидел Любу и её окружение, родных и близких, не говорит о Любе практически, не практически, а вообще ничего. Люба человек из другого мира, несмотря на то, что она рождена и воспитывалась в этой семье. О! Её работа, да? Её. Ну, судя по подписи, да, жабы какие-то. Слушай, ну, всё равно, мне кажется, как бы у человека, если есть такая разноплановая человек, значит, с чувством юмора, если есть и карикатура, и серьёзная картина, значит, человек нашёл себя у разных. По-любому смотрится неплохо. С чувством юмора, с тактом. Весёленько. Весёленько, да. Сразу видно, что у Любы хорошая рука, как у мастера, у неё хорошее чувство юмора, у неё хорошее сочетание цветов и раскраски. Очень даже было интересно. Так, может, какие-то альбомчики, книжки какие-то. Ну-ка, что здесь у нас? А, наброски. Либо руку, понимаешь, как разминают, либо какие-то всякие вещи. А что, смотри, весёленькие вещи-то. Ну, тут шаржи какие-то. О, слушай, мне кажется, вот это уже где-то. Вот это уже где-то было, да. По-моему, это твоя соседка. Интересно было полистать её альбом, потому что в ней присутствуют какие-то детские рисунки и лица, которые нам всем известны. Творческий человек мне импонирует. Ну, а сейчас настаёт время, когда гости Любы должны оценить другой, кулинарный талант хозяйки. На стол подаётся салат с помидорами и моцареллой. Ребят, ну что, вы, наверное, уже проголодались? Вау! Вау! Это салат. Сейчас я ещё принесу. Это была классическая моцарелла. Это всем надоевший вид подачи. Это было грустно. Это было абсолютно не новаторский. Это называется салат Ван Гог с моцареллой и помидорами. А почему такое интересное название? Потому что цвета, которые здесь присутствуют, очень напоминают его холсты, работы. А ухо добавила? Ухо, ну, к сожалению, ухо нет. Но будем считать, что моцарелла – это его уши. Скажите, а соус здесь какой-то есть? Да, здесь есть соус бальзамика. Потому что я его не чувствую. Можно немножко перемешать, потому что я его довольно-таки много налила. Он может быть кислым, если его… Нет, нет, нет. Он наоборот даёт такую сладость. У меня почти нет. Зато я его очень хорошо прочувствовал. Повезло. Салат был заправлен бальзамическим уксусом, но он не был пропитан, а лежал на низу тарелки. И из-за этого не чувствовался этот бальзамический уксус. Я немножко добавил сюда такой соус песто. Соус песто? Да, подошло бы к этому блюду. Он из орехов, да? Он из базилика. Да, из базилика, да. Масло. Спасибо за совет. Вот, так что я вам просто советую. Будет супер. Будет ещё вкуснее. Немножко мне, правда, суховато, потому что мне казалось бы, надо было сначала перемешать салат. Вот, а так всё очень вкусно. Спасибо большое. Если бы я готовил этот салат, я бы всё оставил как есть. Я, пожалуй, забомню этот рецептик и приготовлю его как-нибудь для себя. Я, на самом деле, люблю такую еду, потому что здесь содержатся натуральные, не подверживающиеся термообработке. То есть смерти компоненты, которые способствуют омоложению, улучшению пищеварения и здоровью. Сыр был обыкновенный, помидоры были обыкновенные. То есть вот единственное, что орешки, кедровые орешки, они внесли некую нотку во вкус, что салат чуть-чуть спасло. Вот я вижу, тут много кедровых орехов, я лично их люблю, мне нравятся. Один минус, их нужно обжарить, они тогда бывают более сухие и более маслянистые. Это орехам нужно. И на мой вкус слишком много руколы, а рукола, когда её слишком много, горчит. Но это дело вкуса, это можно всегда поправить. Мне показалось, что Люба очень хорошо воспринимает критику, искренне. Мне показалось, даже она и не обижается. А скажи, ты родилась в Москве или ты приехала сюда покорять столицу? Нет, я в Москве не родилась. Я родилась в Тбилиси, в Грузии. Но пришлось оттуда уехать из-за конфликтов, которые начались в 90-х годах. Мы были беженцами, мы переехали в Германию, жили в Альтеслагере. И спустя несколько лет мы уже перебрались в Ростов-на-Дону. И как вы одна приехали в Москву, без своих родителей? Да, я приехала одна и остановилась у своей тёти. Первое время было трудно, у меня какое-то время была депрессия, ничего делать не хотелось, не могла, не знала, куда мне вообще пойти. Было ощущение такое, что я стою перед десятком дверей в каком-то лабиринте, я не знаю, в какую дверь мне просто сунуться, открыть. И в какой-то момент у меня просто произошёл толчок творческий такой, и пошло дело. Если человек, попав в новую среду, даже в такую большую, как мегаполис, сумел перешагнуть через себя и найти для себя то занятие, либо ту дверцу в жизнь, в которую она выбрала, потому что у неё есть некий хребет, который не так просто сломать, и что она сможет в жизни добиться того, чего она хочет. Вот знаешь, я вот сегодня, когда осматривали твои работы, вот мне пару вещей очень понравилось, там есть такие совсем не детские картины, как я говорю, уже видно, что рука мастера. Ты не думала о славе? Ну, славу я воспринимаю как приятный бонус к тому, что я делаю. То есть слава по-любому приходит к человеку, который делает работу качественно и хорошо. Но иногда она приходит после его смерти, как у многих великих художников. Да. Я не хочу, чтобы ко мне пришла слава после смерти. Я хочу славу при жизни. Вот я тебе так отвечу. А как ты видишь свою славу? Ты хочешь некого материального достатка, либо какого-то признания на уровне своих коллег? Коллега может обмануть, то есть он может просто, чтобы мне не было обидно, сказать, привырать там что-нибудь. А человек, который в этом не очень разбирается, но он смотрит и не может оторваться от этой картины, что-то его держит. Вот это настоящее. Вот значит человек, если он говорит, что ему нравится, это искренне. Мне хочется признания на уровне простых людей. Я немножко не согласен с ней, потому что ее коллеги это профессионалы, и они ее видят, ее минусы и плюсы, и надо прислушаться к старшим товарищам. Впереди, ребята, основное блюдо. Я сейчас пойду за ним. Не скучайте. Хозяйка первого званого ужина этой недели, Люба Дикер, продолжает презентацию своих блюд, названных в честь великих художников. Сейчас время Пикассо. К столу подается индейка в сметане. Вы уже заждались, проголодались. Держите. Горячо? Очень горячо. Да, аккуратненько. Это было так повседневно, как это было так неинтересно. Это было, знаете, на костре, в лесу такое можно готовить. Я, может, конечно, вреднее покажусь, но вот первое мое впечатление – слишком много. Картошки в том числе, и как к ужину. Может быть, если бы мы на полях работали, да, и там лес валили, это было бы уместно. Да. Но так как, скажем так, я люблю вкусно покушать, но это не значит, что это много должно быть еды, то для меня слишком многовато. На вкус еда была такая очень пресная, у меня не было ничего плохого, ну и не было ничего хорошего, на мой взгляд. Мне нравится жестковатость мяса, так как она способствует тому, что я более тщательно работаю челюстями, что приводит к положительному эффекту, связанному с восприятием информации. Жестковатость? Мне кажется, очень мягкая. Может, ему попался жесткий кусочек? Да. Сейчас следующий кусочек довольно-таки мягкий, и я его быстро переживаю, к сожалению. Мясо было мягкое, мне понравилось. Было очень много картошки, которой надо было в три раза меньше, и я бы поменял бы гарнир на более какой-нибудь другой овощной, а я бы овощи грил. Индюшотин очень мягкая. Единственное, что мне немножко соли не хватает, но это как бы исправимо, да. Это каждый должен сам. Я специально немножко не досаливала, чтобы чуть-чуть можно было регулировать. Не любишь ты нас. Не любишь. Нет, я просто вот по моему вкусу, да, я вот люблю такое вот в меру очень такой соленый, потому что соль, она все-таки вредная. Лишняя соль, она откладывается на спине. Ну, правильный принцип. Солочь, завлачность, любви. Ну, несмотря на критику в адрес основного блюда Любы со стороны других ребят, мне оно понравилось, простое, вкусное блюдо. Я думаю, что с картошкой как-то очень просто, хотя бы было бы это какое-то пюре, я не знаю. Ну, насчет простоты. Оно называется индейка Пикассо в сметане, а Пикассо что он нас любил? Он любил простоту. Поэтому и оформлена была так, простые формы. А вкус очень такой, ну, как вот для детей, я не знаю, не хватает какой-то немножко остроты. Вы, наверное, готовили без вина. Да, без вина. Без вина. Это нужно обязательно, или лимон, или вино добавляется, когда соус делается. Люба как повара совсем не состоялась, а она на уровне девочки, которая еще начинает что-то учиться готовить. Ну что, друзья, мы все подкрепились, и впереди нас ждет интересное развлечение. Вау. Я не знаю, что Люба придумает в качестве развлечения на сегодня, но мне будет интересно все, что она предложит. Так как Люба художник, может быть, она нас заставит рисовать. Мне бы очень понравилось, если бы у меня была возможность получить хоть на пару минут в руки и кисточку, и краски. И мы научимся так же великолепно рисовать, как и она. Друзья, я сегодня предлагаю вам побыть немножко художниками. Вот на этих маечках вы нарисуйте на себя шаржи. Это тебе. Да. Миралин. И? Влада, да? Да. Ребят, начинаем с того, что рисуем овал. Вот такой овал. Не очень большой. Посередине. А где хотите? Я в руки не брала с детства карандаш и вообще ни разу не рисовала, ничего. И для меня это было настолько неожиданностью и шоком, что я должна что-то рисовать. Теперь очень важный момент. Это глаза. Вот представьте себе сейчас себя и подумайте, какой у вас разрез глаз? Узкий, широкий, открытый. Если глаза немножко в разную сторону смотрят, то ничего? Ничего страшного, значит, ты себя так видишь просто. Не хотел бы я ужиналить с таким человеком. Это лечение мне очень понравилось, было супер. Я смеялся от души и на самом деле, я думал, будет менее интересное, но я был не прав. Люба, молодец. Ну что, коллеги, давайте с меня начнем. Вот что у меня получилось с помощью нашего профессионального художника. Это нечто похожее на гуманоида. Валличение было очень интересным. И это то, что вызвало очень много позитива во мне, и что реально спасло Любу от провала. Я думаю, мой дебют удался, как профессионал в этом деле. Это потрясающе. Потрясающе. Это называется пропал сушист, помогите найти его. В целом, меня развлечение, которое предложила Люба, увлекло. Было интересно посмотреть, как люди себя выражают. Мне понравилось. Мне стыдно показывать. Я не знаю, я никого не рисовала. Просто у меня так получилось. В целом, мне не очень понравилось это развлечение. Ну, порисовали, и хорошо. На этом я закончу свою художественную карьеру. Я абсолютно не умею рисовать. Вот. Ну, смотрите, что получилось. Ну, что? Ты гений. Очень классный зеленый человечек получился у тебя. Из всех шаржев, наверное, мне больше всего понравилось Миралю, потому что только мы все рисовали. Опять же, взяв черный фломастер, он один взял зеленый, нарисовал в квадрате своего любимого какого-то инопланетянина, который был чем-то, наверное, внутренним состоянием, похож на него самого. Ну, что ж, ребята, я думаю, что ваш первый опыт в рисовании шаржей удался. А я сейчас отправлюсь за десертом. На званом ужине у Любы Дикер время десерта. Наши искушенные гурманы с нетерпением ждут от хозяйки трюфели с вундуком. Вот мой десерт. Как? Выглядит очень хорошо. Много обещающих. Да, точно. Дизайн подачи мне понравился. Она изобразила тарелку в виде часов, и в серединке лежали такие ежики из шоколада. Прости меня, пожалуйста, но очень сухо. Да, очень. Честно говоря, тесто очень сухое, и хочется сразу... Какой-то соус сюда можно, шоколадный может быть. Может быть, соус там клубничный, там, или клюквенный, может быть, или что-то. Какой-то как песок у меня попал в горло, и я чуть не подавилась. Честно, и надо было сразу запивать. Но это, может быть, как элемент подошел бы к десерту, если бы там добавить еще мороженое. Да, это сухо, это, скажем так, это некое кондитерское творение, но назвать это трюфелями, либо как-то так, это нельзя, так как трюфель под собой подразумевает нечто другое. То, что приготовила Люба, это было довольно-таки интересное песочное печенье, и если бы это не назвать трюфелями, это можно даже очень приятненько с чаем или с кофем попробовать и небольшим кусочком насладиться. Ну, на мой вкус не хватает сладости, пресноватой. Я бы добавил сюда чего-нибудь сладкого, сахара или какой-нибудь сахарозы, ну, чего-нибудь полезного из сахарного. Если бы я готовил это блюдо, я бы залез в интернет, тщательно изучил информацию касательно приготовления этих трюфелей. И поинтересовался ещё у людей, которые являются поварами и знатоками этого дела, и приготовил бы компетентно. Друзья, я очень рада, что вы сегодня пришли. Вообще такие, ну, какие-то солнечные люди. Мне бы вы понравились какие-то все. Вы хоть мне и давали там свои советы, но я прислушиваюсь к советам. Они все были... Критика вся была очень конструктивной. И надеюсь, в следующий раз, когда я вас приглашу к себе в гости, будет невероятно вкусно всё, и вы меня уже тогда там похвалите. Я бы даже хотела вместе с тобой один раз приготовить. Я бы с удовольствием с тобой приготовила что-нибудь, так что ещё у нас будет такая возможность. В нашей компании оказались настоящие такие гурманы, которые такие большие, знатоки в еде. Я даже тоже это не ожидала, честно говоря. Я себя считала, что я в этом хорошо понимаю, но тут такая конкуренция. И Любе, я думаю, что она не ожидала такой компании. И, по-моему, ей было очень тяжело. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Здравствуйте. Разрешите представиться. Меня зовут Григорий Шевчук. Я веду программу «Званный ужин». Давайте будем знакомиться. Влад, Гриша, Дмитрий. Григорий, очень приятно. Анна. Анна, очень приятно. Миролюб. Миролюб, очень приятно. Люба, ты накормила гостей? Накормила. Удивила? Ну да, тоже удивила. Замечательно. Друзья мои, я буду появляться по вечерам и напоминать вам, что «Званный ужин» подошел к концу. И настало время выставления оценок. Так что я вам желаю объективности. Любовь не знала, кто к ней сегодня придет. Она переживала, волновалась и очень старалась. Это правда. Так что желаю всем замечательного отдыха и встретимся с вами завтра. Счастливо. Спасибо большое. Пока. 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 Мне кажется, Влад поставит мне 60 баллов. У него были замечания к моей еде, но развлечение ему понравилось. Ужин мне не понравился, а развлечение было очень интересным. Я думаю, что Анна поставит мне 60 баллов, потому что, мне кажется, развлечение ей не очень понравилось. И мое блюдо она назвала детским. Люба очень милая, гостеприимная девушка, очень хорошая хозяйка в будущем, я думаю. Но из-за того, что она не очень умеет хорошо готовить, как кулинар, она мне не очень понравилась. Поэтому я ставлю 60 баллов. Диме я жду 70 баллов. В целом, ему понравился вечер, но у него некоторые были замечания к моей еде. Я ставлю такую оценку, потому что мне не понравилось основное блюдо и десерт. От Миролюба жду 100 баллов. Мне показалось, что он сегодня наелся и был всем, абсолютно всем доволен. В целом, ужин удался. Я доволен. Люба класс. Гостеприимство и кулинарное творение художника Любы Диккер гости оценили в 290 баллов. Люди редко говорят то, что хотели сказать на самом деле, считал английский писатель Клайв Льюис. Справедливо ли это высказывание, судить пока рано. Но мне хочется верить, что участники нашего шоу искренне и всегда говорят то, что думают. Завтра свой званый ужин проведет Миролюб Вселенский, который называет себя просто человеком. Ну а насколько человеческая кажется еда, которую он предложит своим гостям, мы с вами узнаем в то же самое время на канале РЕН-ТВ. Счастливо. Он не застрял. Меня не ждали. Давай переснимем. Не хотят открывать двери званому ужину. Не хотят. Ребята, приходи, приходи, я буду ждать с утра. Ля-ля-ля. Ребята, собираем вещи, уходим. Мы сейчас пойдем в соседнюю дверь.